Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый, здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый, когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Уважаемые любители рок-музыки, мы продолжаем наше рок-путешествие по Дальнему Востоку. Во Владивосток мы уже слетали, если вы уже поняли, и даже вам песню скоро споем про Владивосток. Теперь мы летим на Камчатку, это у нас второй заход. И мы находимся, угадайте где, а находимся мы в аэропорту Шереметьево, терминал Б. А там же, откуда мы и улетали во Владивосток. Ну вы же знаете, что даже на молодуху бывает проруха. Мы опоздали, к сожалению. На регистрацию рейса в Владивосток. И пришлось перебронировать билеты на другое число, уже напрямую на Камчатку. Потому что во Владивосток билетов на ближайшую неделю не было. Поэтому находимся в Шереметьево с прекрасным настроением в день военно-морского флота. В тот раз мы сидели в Mercedes-Barre. Теперь сидим в итальянском ресторане La Corte. Надеемся, что в этот раз мы на регистрацию успеем. Почему мы сидим в итальянском ресторане La Corte? А потому что он прямо возле выходов находится. Мы почему в тот раз опоздали? А потому что мы не подрасчитали. Мы не знали, что он такой огромный, этот терминал. И поэтому мы пока добежали до стойки выхода и регистрации на рейс уже, на выход, на вылет. Мы опоздали на 2 минуты, и они закрыли вход. Все. Как мы их там не уговаривали? Нет и все. И все. Прошло, если детей менять билеты. Вот такая вот интересная история. Но вы же знаете, что все к лучшему. Все, что не бывает в этой жизни. Поэтому мы прекрасно отдохнули на даче, набрали сил и сегодня вылетаем на Камчатку. Вот такая вот интересная и забавная история. О чем она нам говорит? Она нам говорит о том, что расслабляться в этой жизни нельзя. Вот об этом. Даже если ты рокер и звезда рок-н-ролла русского, расслабляться нельзя все равно. Ты должен быть терминсобранный, особенно перед выходом на сцену. Но сейчас я буду докладывать, как готовят здесь, в итальянском ресторане La Corte. Сейчас будем проверку устраивать. Зато сегодня я без спешки посмотрел вот этот вот терминал B новый в Шереметьево. Раньше было, помните, Шереметьево 1, Шереметьево 2. Вот этот Шереметьево 2. Здесь вот этот новый огромный терминал. Благодаря незнанию, которого мы опоздаем на рельсы. Потому что тут конца краю не видно. Но сегодня я внимательно просмотрел, пока мы шли сюда, к 122-му выходу. И хочу сказать, вы знаете, мне что удивило? Здесь очень много классных ресторанов. Mercedes-Benz кафе, который в самом начале там, в котором мы и сидели в тот раз. Перед полетом во Владивосток. А потом Магадан Новиковский, фарш Новиковский опять-таки. Потом дальше Black Star Burger, хорошая пельменная, шаурмонь. В общем, очень много всяких ресторанов итальянских. Узбечка ресторанов. Причем мест много. Дальше кофемания, шоколадница. То есть здесь прям насыщенно. Хорошими общепитовскими заведениями. Ну и сейчас попробуем La Corte. Сзади еще Irish Bar, Ирландский бар. То есть, вы знаете, это очень мне нравится. Потому что я вспоминаю Шереметьево-1, когда проезжали. Там буквально в смысле кофемания еще что-то все. Народов с этой кучей. Не пробьешься, стоишь, пока там дождешься. А он спокойно, сел, все-все четко. Санта подходит, все нормально. Это мне нравится. Посмотрим сейчас все. Во Владике сочинил уже, пока летали. Видите, самолет у нас залетал. А я думаю, что время терять? Сочню-ка я песню про Владивосток, которую вы скоро услышите. Ну а на Камчатке уж сочиним песню прямо на месте. Без этого нельзя. Это у нас теперь традиция. Куда мы не прилетим, мы всегда будем сочинять песню про это место. Так что ждите. Будем петь про Камчатку и про Владику. Уважаемый любитель рок-музыки. Но вы же знаете, что без тостов нельзя. А тем более, такой святой для каждого русского человека день. Потому что сегодня день военно-морского флота России. Вот за наших русских моряков я и хочу поднять этот тост. А я тоже бывший моряк. А бывших не бывает, вы знаете. Поэтому, видите, морская душа. Любимая рубашечка. После Гавайи. Или наоборот, Гавайи после нее любимые. Поэтому давайте за наших военных моряков. Дай бог им всем. Сил, здоровья, смелости. Уважаемый любитель рок-музыки. Я так хотел попасть во Владивосток на парад военно-морского флота. А именно Тихоокеанского флота. Потому что база Тихоокеанского флота основная. Это Владивосток. Мы специально туда и хотели полететь на день ВМФ. Но проспали. К сожалению. Поэтому сегодня с утра я смотрел по телевизору главный наш парад. В Питере. На Неве. В макватории Петропавловской крепости. Какие впечатления у меня об этом параде. Ну, гордость за Россию. За нашу. За матушку. Что мы возродили наконец-то флот. Обновили корабельный состав. Новые корабли. Десантные фрегаты. И крейсера. И большие противолодочные корабли. Великолепный парад класс. Вышкаленные моряки. Прекрасную речь сказал президент. Коротко, но емко. Мне нравится. Традиционный тост хочу поднять. За Россию, матушку. За возрождение нашей мощи. Военно-морскую. Знаете, как там раньше? Англия была владычицей морей. Я хочу, чтобы наша Россия была владычицей морей. Чтобы мы присутствовали в каждой точке мирового океана. И чтобы никто не мог там перекрыть наши пути. Целям. И движению вверх и вперед. Богатству процветания. Вот давайте. За Россию, матушку. И за наш военно-морской флот. А теперь пробую салат с тунцом. Ну это такие традиционные походные блюда. Смотрю, тунца не пожалели. Ну что, традиционное такое походное блюдо. Аэропортовское. Добротное. Все свежее. Салатик. Свежая зелень. Тунец свежее. Яйцо. Все свежее. Все нормально. Но, повторюсь. Это походная еда. Ей больше четверки ставить нельзя. Просто по определению. Хорошая твердая четверка и суп. На четверочку. И салат на четверочку. Уважаемый любитель урок музыки. Но так как сегодня день военно-морского флота. То я произнесу самый традиционный третий тост военно-морской. Он краткий, строгий. За тех, кто в море. И попробую основное блюдо. Которое мне принесли. Я, конечно, столько не съем. Это на всю рок-группу Волчка СД. Но оценить надо. А ну. А ну. Неплохо. Хрустящее тесто. Сбоку вроде толстое. А тут тоненькое. Видите, хорошо сделано. Это мясная пицца с сыром. С различными колбасками. С ветчиной. Ну, прям хорошо. Пока горячее, прям хорошо. Так как это дорожный ресторан. Закусочная, по сути дела. То выше четверки поставить ничего не могу. Ждем кофе. Вы знаете, что это проверка. Навшивость любого. Даже дорожного кафе. Придорожного. Даже аэропортового. Но пицца ничего. Вкусно. Уважаемые любители рук музыки. Контрольная закупка. Вы знаете, что это самое главное. Они же не догадываются. А вы это уже знаете. Что главное, это контрольная закупочка. Проверяем латте. Умеют тут делать. В итальянском ресторане, кстати, хочу вам сказать, что кофе вроде бы растет там в Африке, в Южной Америке. А лучше всех кофе делают традиционно. Это итальянцы. Практически все названия кофе, они имеют итальянское происхождение. Латте, капучино, фрапучино, фратте и так далее. И тому подобное. Это не просто так. Они хорошо умеют делать кофе. Поэтому хочу узнать, не позорят ли Италию? А ну, давайте проводим. Ну, что хочу сказать. Не позорят. Нормальный, хороший кофе. Я пивал и получше, попахучий. Но для придорожного кафе хороший кофе. Поэтому произношу заключительный тост с сегодняшней трапезой. Традиционный для аэропорта. За хороший полет и мягкую посадку. Пожелательным удачей, уважаемые любители рук мозги. И общая оценка придорожному кафе 4. Официант был вежлив, шевлился быстро. Все четко. Уважаемые любители рок музыки. Ну вот мы и в Петропавловске, Камчатске. Не прошло и полгода. Всего лишь 8 часов лету. А летели мы навстречу солнечку. В Москве еще полночь, а здесь уже 9 утра. Погнали. Продолжаю репортаж. Потому что там не дали сказать мне. Рот заткнули, говорят, зайди. Пограничная зона. Поэтому продолжаю. Мы прибыли в город воинской славы. Петропавловск-Камчатский. А я потом вам расскажу, почему он воинской славы. Хотя вроде бы Вторая мировая война шла там. Но здесь тоже японцы копошились. А еще в далеком 19 веке здесь отражали нападение англо-французской эскадры. И об этом я вам потом расскажу. И что еще? Аэропорт, как у нас принято, начали называть именами великих людей. Он назван аэропорт Витуса Беринга. Знаменитого русского мореплавателя и первооткрывателя Берингового пролива. А сам он датчанин. Тоже об этом расскажу. Поэтому поехали в город. Сегодня у нас экскурсия по городу. А еще это город рокерской славы. А вы спросите, а почему? Что тут за рок-группы были? А я вам скажу. Здесь два с половиной года на эсминце прослужил рокер Волощук СД. Знаменитый. Поэтому это город рокерской славы. Погнали. Уважаемые любители рок-музыки. Обратите внимание, здесь начинается Россия. А вы думали в Москве? Нет, вот тут. Тут солнышко встает. И когда здесь уже 9, то в Москве полночь. А мы привыкли, что? В Москве 15.00, в Петропавловске, в Камчатском полночь. И непонятно, где Россия начинается. А когда ты говоришь, вот здесь 9, а там еще полночь. Поэтому здесь начинается Россия. И мы это обязательно отразим в нашей песне новой. Рок-группа Волощук СД про Камчатку. Здравствуй, берег Камчатский. Благодатный наш край. Вот так вот мы там споем в этой песенке. Ну и медвежата с лососем в зубах. И то, и то символ Камчатки. Ну вот так. Все, поехали дальше. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Волощук. Волощук.